Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры, на очередной торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Давайте посмотрим, какие тенденции у нас актуальны сейчас. Начнем, как обычно, с индекса S&P 500. Итак, индекс S&P 500 пока что идет по нашему сценарию в восходящем направлении. Вчера мы сделали небольшую коррекцию, но этой коррекции оказалось недостаточно для того, чтобы по ранее построенным размерностям зайти в сделку. Поэтому, если вчера кто-то пытался зайти в лонг, если вы все-таки заходили где-то с текущих позиций или на минимальных коррекциях, то у вас это вполне получилось. Я же пока остался не в рынке, жду более какой-то конкретной точки входа, более глубокой коррекции, и после этого уже буду заходить. Ориентир для меня это котировка 44.44. От этой котировки я начну потихоньку наращивать свою позицию в лонг. Цель у нас также остается прежней, это 45.52, 45.73. Идем дальше. Евро-доллар. По евро-доллару вчера на утреннем обзоре я говорил, что у нас есть очень хорошая тенденция к росту. Во-первых, потому что мы пробили трендовую линию поддержки и сопротивления. Во-вторых, потому что мы сделали трехсоставное коррекционное движение по отношению к последнему восходящему движению. Два. И третье, это то, что мы оттестировали нижнюю зону ликвидности. А когда мы тестируем нижнюю зону ликвидности, мы с вами все прекрасно знаем, что у нас цена будет стремиться к противоположной зоне. Собственно, сейчас мы видим полную отработку этой торговой идеи. Профит у нас в среднем составил порядка 53 пунктов. Так что, если вы вчера заходили в сделку по евро-доллару, которую я рекомендовал, обязательно пишите в комментариях. Мне очень будет приятно и интересно посмотреть, кому же из вас удалось заработать. Итак, далее, чего мы будем здесь ждать. Исходя из трехсоставного восходящего движения, у нас пока здесь не закончена восходящая волна. 1.16.71 наша ближайшая цель. Ориентир. Ну и не забываем о том, что все-таки тренд у нас здесь долгое время был нисходящим. Поэтому это трехсоставное движение может быть ничем иным, как трехсоставная коррекция. Поэтому после выполнения этой структуры мы можем уйти дальше в нисходящем направлении к котировкам 1.14, 1.13 и так далее. То есть такой вариант развития вполне возможен, его нельзя сбрасывать со счетов. Однако здесь следует сказать, что у нас практически вот-вот уже с началом европейской торговой сессии пробита дивергенция. Поэтому слабости конструкции здесь нет. А это значит, что цена может пройти как по указанной размерности, так и немножко подальше. То есть примерно в район котировки 1.17.22. Но до такой степени мы уже прогнозировать не будем. Давайте так, ближайшая цель у нас 1.16.72 и более дальняя цель это 1.16.89. Это нижняя граница целевого диапазона. И это будет для нас являться такой критической точкой. Если посмотреть по нисходящему движению, то здесь опять же очень много коррекции выполняла цена. Это значит, что очень много уровней можно построить. Но я предлагаю вам обратить внимание вот на этот уровень. Это уровень минимальной коррекции 1.16.89. Обратите внимание, что он четко попадает на нижнюю границу циклического диапазона. Уровень глубокой коррекции же четко попадает на старшую размерность. Это 1.17.72. И с этого я делаю вывод, что в принципе эти уровни актуальны, если к ним будет подходить цена. Поэтому если вы надумали шортить евро-доллар, то наверное лучше позиций и не придумаешь. Уровень 1, уровень 2 оба подтверждены. Цель задана. Работаем. Так, идем дальше. Фунт-доллар. Надеюсь, вчера никто его не додумался продавать. Тренд у нас здесь восходящий, поэтому нужно было покупать. Но я рекомендовал покупать от уровней глубокой и минимальной коррекции. Но, как видим, цена до них не дошла. Цена всего лишь выполнила... Ну, как всего лишь... Цена молодец, на самом деле. Она идет четко по своим правилам, по своим критериям. Она выполнила четко нашу размерность предыдущую. Но по какой-то причине я ее не рассматривал. Наверное, все-таки рассчитывал на движение именно исходя из более старшей размерности. И сейчас продолжаем лететь в восходящем направлении. Ближайшая цель у нас 1.3840, 1.3857. Эта цель остается актуальной. Единственное, только я не совсем уверен, что мы в текущем восходящем цикле эту цену добьем. Потому что, с одной стороны, даже вот эта размерность нам говорит, что мы можем немножко не дойти до этой цели. Мы, конечно, можем построить размерности вот таким образом, но это будет уже не совсем корректно. Поэтому давайте будем честны друг с другом. Итак, у нас восходящий тренд, восходящая тенденция. Поэтому ориентир для нас немножко снижается до котировки 1.3827. Что касается нисходящего движения, я думаю, что ни у кого... Ну, хотя, может, соблазн-то у кого-то и возникает, пошаркит здесь немного. Но я не рекомендую сейчас этого делать. Давайте дождемся окончания восходящего движения, а потом уже будем думать, что делать дальше. По крайней мере, здесь я не вижу тенденции на шорт. Идем дальше. Доллар, японская иена. Ничего толком нам не показал вчерашний день. Более того, насколько я могу судить, скорее всего, здесь у нас вложенный день. Ну да, точно. Так, надо теперь только определить, какая у нас точка максимальная. Скорее всего, будет вот это. Так, чтобы тут поймать-то начало свечи. Не поймать начало свечи, но, наверное, все-таки так. Здесь у нас 114.450. Вот здесь 114.449. А здесь 114.461. Да, однозначно у нас здесь вложенный день, поэтому есть дополнительные зоны ликвидности. Давайте вместе их отметим. Итак. Ой, как давно у нас вложенного дня там не было, оказывается. Так. Давайте посмотрим. Так, не понял. А, понятно, слишком длинный. Так. Значит, нижняя зона ликвидности у нас 113.849. Это верхняя граница. И 113.644. Это нижняя граница. Кстати, верхнюю границу мы практически вот-вот буквально несколько пипсов нам не хватило, чтобы ее оттестировать, поэтому не отчаивайтесь, если вы вдруг не успели залететь в сделку. Я думаю, что еще будет у вас возможность зайти в сделочку. Так. И верхняя граница это 114.61 114.821. Вот такая у нас получилась, ну, достаточно широкая, наверное, зона ликвидности. Хотя бы мы видали и пошире. Тем не менее, тем не менее, как отрабатывать вложенный день мы знаем. Если не знаете, то можете посмотреть на канале я публиковал видео. Итак, дальше. Ну, собственно, здесь мы пока что ждем именно отработку зоны ликвидности, потому что пока мы не отработали нижнюю и не дошли до верхней, нам в восходящем направлении как-то трудно будет двигаться в противоположную сторону, потому что постоянно будет оставаться какое-то незавершенное дело. Поэтому здесь я бы рекомендовал подождать. Идем дальше. Доллар-канадец. Доллар-канадец продолжил вчера нисходящее движение после того, как выполнил минимальную размерность. Дошли мы уже до ключевого уровня 1.23.250 и ближайшая цель у нас осталась в диапазоне 1.22.56 1.22.98 От этой области соответственно можно рассматривать какие-то агрессивные покупки, но опять же делайте это осторожно, потому что все-таки у нас здесь явно нисходящий тренд. И хоть и диапазон средних цен остался не так далеко, как может показаться, все-таки бороться с цунами это неблагородное и неблагодарное дело. Поэтому давайте просто подождем завершение тенденции, найдем разворотный паттерн и уже после этого зайдем в сделку. Здесь пока у меня все. Доллар франк вроде как бы и пошел вчера в восходящем направлении, но вот так вот резко посередине европейской сессии его развернули и отправили в нисходящем направлении. Поэтому здесь мы с вами будем скорее всего немножко корректировать наши планы относительно этой валютной пары и рассматривать вот такое нисходящее движение, которое нас как раз должно привести примерно к нижней границе циклического диапазона 0.9151 0.9165 Полагаю, что сегодня завтра мы эту цель добьем, если действительно у нас были какие-то основания полагать, что эта цель для нас актуальна. Ну а в целом же в целом же ну давайте пока дождемся вот этого похода вниз, потому что здесь у нас отработает и трехсоставное движение и заодно вот эта размерность, поэтому там дальше будет видно и ясно, что с этой парой делать дальше. Здесь я пока больше никаких рекомендаций давать не буду. Австралиец. Ну, обратите внимание просто кто смотрел вчерашний обзор, посмотрите как иногда четко отрабатывает сценарий, который мы с вами составляем. То есть я говорил о том, как вчера, когда составлялся сценарий, как раз у нас цена подходила к уровню минимальной коррекции. Я говорил не покупать отсюда, подождать чуть-чуть, когда у нас цена опустится на размерность. И что произошло, ну, сами в принципе видите, то есть мы четко оттестировали размерность и оттестировали буквально точечно линию поддержки трендового канала и усвистали наверх. Напишите обязательно в комментарии, кто заходил в эту сделку, кто уже зафиксировал профит, или может быть кто-то держит до сих пор эту сделку. Мне будет очень приятно и очень интересно. Что сейчас у нас по австралийцу? цель мы перебили ближайшую. Дальше что нам здесь еще делать? У нас есть ближайшая цель 0.74.83.0.74.98 Я думаю, что мы будем на нее ориентироваться как на ближайший потенциал. Сейчас, конечно, идет часовая свеча и она уже по своему объему пытается перебить предыдущую часовую свечу. 11 часов Я, кстати, даже не посмотрел сегодня новости какие-то есть или нет. Надеюсь, ничего важного не пропустил. Тем не менее, посмотрите внимательно. У нас здесь была дивергенция, но фактически вот с таким вчерашним безоткатным движением и сегодняшним тоже у нас дивергенция это практически испарилась. Осталась и одна единственная граница, которая пока не перебита, но я думаю, что еще пара таких свечей и в принципе будет у нас перебитие этого максимума по авиасом осциллятору, поэтому дивергенции здесь никакой не будет. А если дивергенции не будет, значит, мы можем спокойно продолжить движение в восходящем направлении. Если же мы продолжим движение в восходящем направлении, у нас здесь есть среднесрочная цель 0.75.16 0.75.54, которая до сих пор у нас не отработала, поэтому будем рассчитывать на достижение этой цели. Что касается текущего восходящего цикла, давайте посмотрим, какие здесь у нас цели могут быть. 0.75.23, 0.75.59. Ну и кстати, этот диапазон у нас практически совпадает с ранее отмеченным, поэтому можем его начертить, и это будет для нас актуальная цель. Вот такие идеи по австралийцу. Идем дальше. Новозеландец. Новозеландец, выполнив вчера необходимую коррекцию, тоже пошел в восходящем направлении. Оттестировали мы верхнюю зону ликвидности. Ну пока что вниз даже и не собираемся, поэтому рассматривать здесь какие-то шортовые сделки бессмысленно. У нас был вариант отскока он сработал, по максимальному движению. Ну а сейчас, что сейчас? Сейчас. Ну давайте сейчас посмотрим по уровню Фибоначчи, докуда нам двигаться. А мы почти уже дошли, кстати. Мы, кстати, почти дошли. Да, нам буквально чуть-чуть осталось, собственно, как и по какой-то валютной паре мы смотрели. По австралийцам. Я уже забыл. Ну в общем, почти что мы дошли до наших целей. Ближайшие цели это 0.7153, 0.7176. Будем ориентироваться в дальнейшем на этот диапазон и здесь искать разворотный паттерн. Если будет разворотный паттерн, тогда мы продаем. Если не будет разворотного паттерна, давайте не будем лезть в агрессивные продажи. Я понимаю, что здесь вот этот диапазончик у нас есть. Максимум. Да, с одной стороны все хорошо выглядит, но сколько мы знаем случаев в истории, когда максимумы перебивались и цена уходила далеко-далеко и надолго. Так что давайте рисковать не будем. Золото. На вчерашнем утреннем обзоре я говорил, что мы актуализировали два сценария. Сценарий номер один. Это паттерн 1-2-3 в зоне или выше зоны средних цен. Зона средних цен или диапазон средних цен это расстояние вот это пространство между 135 и 136 средней скользящей. Соответственно, что нужно было сделать? Нужно было подождать, когда у нас цена нарисует вот такую фигуру и перебьет локальный максимум. Что, собственно говоря, произошло сегодня, ну, по сути говоря, вы могли выставить отложенный ордер. Я в эту сделку не заходил, потому что я предпочитаю все-таки лимитки ставить от конкретных каких-то значений, а не от таких. Тем более у некоторых брокеров встречается расширение спреда такое дикое, что цена может находиться в реальности здесь, а вас заберет вот здесь. Так что тоже не самый удачный вариант. Тем не менее, здесь мы видим, что наш сценарий отработал идеально. Уже цена прошла порядка 100 пунктов с момента, где был актуальный вход в сделку и, соответственно, мы продолжаем сейчас пока двигаться в восходящее направление. Что касается потенциала ближайшего, здесь есть несколько вариантов, на самом деле, можно рассмотреть самый близкий, это у нас 1784-53, 1786-48, ближайший целевой диапазон. И более дальние цели мы с вами рассмотрим, наверное, вот таким образом, это у нас 1791-1793, это у нас фактически будет где-то район на предыдущей проторговке. Вот такие ближайшие цели по золоту, что касается точек входа на покупку. Но если вы не успели войти на покупку на том паттерне, который мы вчера рассматривали, то я бы, наверное, не советовал сейчас уже залетать, даже если будет какое-то коррекционное движение. Коррекционное движение здесь можно использовать, наверное, только последнее вот это коррекционное движение. То есть, если вот такую коррекцию золото даст, то здесь можно будет зайти. Какие-то другие коррекции, например, вот это коррекционное движение, его также можно использовать, но это просто будет уже более глубокая коррекция, я не знаю насколько она будет истинной, может быть, она уведет нас еще ниже. Такие случаи тоже встречались, поэтому будьте осторожны по золоту. Что касается серебра, также мы вчера поболтавшись и предприняв попытки пробоя в нисходящем направлении отправились вверх. по сути мы говорили вчера про трехсоставное движение, видим, что оно практически выполнилось, немножко мы буквально не достали, так что извините, не все можно спрогнозировать на 100%. Сейчас что у нас сейчас, сейчас мы продолжаем смотреть вверх, по-видимому цена хочет немного скорректироваться, рассчитываю, что коррекция будет уровнем 23.57, но отсюда уже в восходящем направлении и пойдем к цели 24.25. Здесь в принципе у нас ничего пока не меняется. Нефть марки Brent блин, вот я вчера на утреннем обзоре говорил, что по моим расчетам мы добили все цели, которые у нас были сверху и я закрываю лонговые позиции. Я вчера действительно закрыл лонговые позиции, просто поразительно насколько вовремя я это сделал, цена ушла сразу же моментально под уровень, под линию поддержки и сопротивления, еще ее оттестировала. Поэтому с текущих позиций, друзья, я полагаю, что мы пойдем в восходящем направлении, либо вот прям с текущих котировок 84.77, либо после ретеста уровня 85.28. почему именно этот уровень? Потому что здесь вырисовывается тоже такой красивый разворотный паттерн, обратите внимание, когда мы раз, подошли два, два, три, сюда, и теперь мы по идее должны вот эту зону какую-то оттестировать. Вот собственно когда мы ее оттестируем, вот здесь можно будет продавать, ну или с текущих позиций уже начать продавать. В любом случае, даже если мы рассмотрим здесь на предмет сетки Fibonacci здесь мы получим, что у нас уровень минимальной коррекции тестируется прямо сейчас, а уровень глубокой коррекции как раз приходится на уровень поддержки и сопротивления зеркальной. Так что эти идеи для нас будут актуальны. Единственное, что могу вам здесь порекомендовать, будьте осторожны с продажами, не рискуйте большими суммами, потому что все-таки тренд, да, у нас пробита линия поддержки сопротивления, но никто не сказал, что тренд вот прямо сейчас вот так возьмет и сменится на нисходящий, поэтому вполне возможно здесь будет какая-то еще одна волна повышения и только после этого мы поваримся. А может быть мы вообще перейдем в какой-то продолжительный флет, то есть это будем смотреть уже по факту, главное будьте здесь внимательны. Что касается потенциала нисходящего движения, есть ближайший потенциал, давайте его отметим. А, слушайте, а ближайший потенциал у нас отработал. Все, то есть вот оно четкое было движение и четко мы пришли в область цикла, поэтому теперь мы можем отметить только более дальний потенциал, а он у нас находится в районе 80-80-81-23. Вот такие цели по нисходящему движению. По нефти все. Идем дальше, доллар-рубль снова открыли с гэпом вниз, размерность практически вчера выполнили, но тоже пока не совсем понятно, что будет дальше происходить с этой парой. Ну, давайте так, цели я обозначил, которые у нас внизу находятся, 70-42-70-56, более дальний диапазон 69-84-70-146. Ну, и от этих целей можно пробовать какие-то агрессивные покупки, но я бы не рекомендовал агрессивно покупать. Лучше все-таки подождать какой-то конкретной тенденции и тогда уже закупаться. Тренд пока продолжается нисходящий. Биткоин подбирается, подбирается. Сегодня в очередной раз мы пробили локальный максимум. Чуть-чуть нам буквально остается до наших долгосрочных среднесрочных целей, поэтому ждем, ждем, терпим. Как только доберемся до цели, сразу же фиксируем позиции. То есть пока здесь ничего больше не придумываем, ничего не изобретаем. тенденция остается явно восходящей. Намеков пока что кроме дикой дивергенции я здесь не вижу на то, что цена должна вот-вот рухнуть. Да и возросший интерес к покупкам биткоина он говорит также о том, что рост этой валюты в ближайшее время будет продолжаться. Это все торговые идеи на текущий момент. Надеюсь видео было вам полезным. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк и всего вам хорошего. Пока.